Всем привет! Меня зовут Илья и у меня есть хобби. Это любительское ракетостроение. Точнее, даже скажем так, карамельное ракетостроение. За то время, что я занимаюсь темой, я успел набить себе немало шишек. Во многом действую по наитию и ставя различные, часто неудачные эксперименты. Возможно, кто-то и скажет, что я криворук и это не мое, что нужно срочно учить матчасть, что все придумано до меня, и, пожалуй, я с этим соглашусь. Но, на мой взгляд, в любительском ракетостроении, как хобби, важен сам процесс инженерных поисков, решение возникающих проблем и, конечно, создание себе новых. Наверное, было бы проще взять уже готовую модель, заправить ее готовым двигателем. Но если бы действительно этим путем пользовались все, то, наверное, не было бы и развития. Сейчас, по прошествии лет, я листаю советскую книгу, в которой описаны решения, к многим которым я впоследствии пришел. Но все-таки время не стоит на месте. Появляются новые материалы, новое топливо, новые возможности и новые задачи. Вместо черного пороха – ракетная карамель. Вместо бумаги – композитные материалы. Вместо десятка метров – сотни. Вместо визуальных наблюдений – камера на борту и электроника. Ракетостроение, даже не ракета, моделизм из кружков, пожалуй, отличное хобби для технаря и, конечно, айтишника. Даже сам Джон Кармак, один из создателей ДУМ, кто не в курсе, в детстве занимался ракетостроением, что уже после ID Software переросло в свою ракетную компанию Armadilla Aerospace. И таких, как он и я, к счастью, не единицы. Хотя и совсем немного по земному шару, если так прикинуть. Наверное, это из-за трудоемкости, спектра проблем из разных научных областей, которые приходится решать и новое узнавать. У той же Амперки в серии «Ракета против Лехи» по официальной версии все закончилось как раз из-за отсутствия возможности столько вкладывать ресурсов. Потому что процесс создания любой ракеты — это череда неудач, начало сызного и итеративное приближение к цели медленно. И к новой, и к еще одной. Для меня увлечение ракетами началось с ролика Побединского. Сама простота и дешевизна такой ракетной техники меня подкупила, и я решил воспроизвести этот эксперимент. Собственно, тогда родилась у меня цель — сделать, ну, хотя бы смасштабировать такую ракету, которая бы взлетела метров на 300-400, ну, до полукилометра, и спокойно бы вернулась обратно на парашюте. С полезной нагрузкой, скажем, с небольшим бортовым компьютером и камерой. Все тогда казалось просто, если бы не нюансы, коих было много. Ну что-то я отвлекся. Постоянные зрители моего канала, конечно, следят за моими экспериментами и знают, что в прошлом году я умудрился потерять самую большую ракету с парашютом и электроникой. В этом году я итеративно решал связанные проблемы и делал доработки для нее. Это и улучшенное решение в креплении системы спасения, усиление корпуса и композитные материалы. Все ради того, чтобы отработать все узлы и все проблемы на земле для целевой ракеты. Собственно, еще прошлой осенью я начал восстанавливать ракету заново. В качестве корпуса ракеты я снова использую проверенные временем ПВХ трубы диаметром в 50 мм. У них неплохое соотношение веса к прочности, хотя и не идеальное. Осенью я еще не успел опробовать композитные материалы и поэтому в этот раз ракеты из стекловолокна не будет. Ну, как-нибудь потом. Берем и отрезаем от метровой канализационной трубы хвост с креплением. Он не нужен и будет только мешаться. В итоге получится труба длиной в 950 мм. Сейчас длина не сильно важна, потому что пока я не знаю, какого размера будет ее начинка и какой объем мне понадобится. Возможно, нужно будет трубу удлинить или наоборот укоротить. В любом случае, с одной стороны трубы размечаем размер разреза длиной в 2,5-3,5 диаметра ракеты для создания обтекателя по методу корон. Я о нем подробно рассказывал в одном из своих видео. Опять-таки, обтекатель можно было бы и выточить из дерева, но на тот момент времени у меня еще не было готового станка. Поэтому для короны вырезаем зубья, затем их склеиваем термоклеем, прихватив концы, например, гайкой М12. Склеенную заготовку обматываем туго полиэтиленовой пленкой и заливаем в нее эпоксидного клея изнутри. Сколько лить клея, это открытый вопрос, потому что для удержания короны вместе, пусть даже полностью не с залитыми щелями, нужно совсем немного клея, буквально грамм до 10. С другой стороны, эпоксидка прекрасно выполняет роль балласта в носовой части ракеты. Поэтому, пока точно не зная размеров и центра тяжести ракеты, заливаем нечто среднее, ну, например, грамм 50. Этого количества должно хватить, чтобы закрыть все отверстия. После полного застывания эпоксидки дня через два снимаем пленку, все тщательно зачищаем, в идеале неровности шпаклюем. Чем ровнее будет обтекатель, чем ближе к параболической форме, тем меньше будет сопротивления и завихрений тоже меньше будет при полете ракеты. Пока оставим корпус в покое. К этому времени зимой придет электроника и можно будет собирать бортовой компьютер. С большой долей вероятности причина потери ракеты была как раз в отказе бортового компьютера. Поэтому в этот раз я все буду собирать на печатной плате, а не просто пучком проводов. Да, паяя навесным монтажом. Да, не использую лазерно-утюжную технологию. Да, не заказывая себе готовую плату из JLCPCB. Потому что, ну, потому что это прототип, который еще непонятно как будет работать. И вот слетает, тогда и поговорим. Давайте лучше расскажу о компонентах. Я по традицию буду использовать в качестве мозга системы Arduino Nano. Потому что это просто к нему богатая библиотека решений. Да, возможно использовать что-то другое вроде STM32 или даже ESP32, но зачем? Все задачи нужные мне можно решить и на старой доброй Arduino. Собственно, сейчас я повторяю все, что было реализовано прошлым летом, лишь с небольшой доработкой. Я добавлю в схему еще и акселерометр. Итак, о компонентах. Я использую Arduino Nano, китайскую вариацию на CH340G. Датчик давления, он же барометр, он же альтиметр BMP180. Трехосевой гироскоп-акселерометр MPU6050. Пьезо-пищалку, SPI-модуль с microSD-карты для логирования, а также мост для активации вышибного заряда в смортирке. Либо реле, либо MOSFET, например, ну какой-нибудь IRF520. Второе даже лучше, потому что попросту легче и надежнее. Все запитывать будем от двух аккумуляторов 18650, конечно, понижая питание для Arduino до 5 вольт с помощью LM7805. Никакой необходимости городить двойное питание отдельно на микроконтроллер и отдельно на запал я не вижу смысла, так как даже при замыкании на нихромовую нить питание не просаживается. Аккумуляторы держат, все хорошо. Также для включения микроконтроллера я использую миниатюрный тумблер, он легкий и не будет мешать. А также вывод на запал сделаю с помощью двухконтактного разъема, используемого в модельках GST 2P. Так запал можно будет быстро поменять, не раскручивая скрутку. В общем, собираем все воедино, а потом, конечно же, заматываем все синие изоленты. Уж что-что, а в ракетной технике она даст плюс 100 к надежности. Вообще, схожим бортовым компьютерам со мной предлагали поделиться ребята из ракетного клуба Борщевик. Знаю, они подписаны на меня и если сейчас они смотрят это видео, то привет вам. Но в отличие от их уже красивого компьютера с JLCPCB, их вариация это все-таки логер, так как в их ракетах используется вышибной заряд, скрепленный с промышленным двигателем. В моем же случае мой полетный компьютер это микроконтроллер, инициирующий вышибной заряд в верхней точке траектории. Ну и плюс в нем есть акселерометр, что достаточно будет любопытно. Да и сама концепция и первый образец на несколько месяцев раньше у меня был собран. Так что ширина, кстати, у полетного компьютера 45 миллиметров, поэтому корпус ракеты нужен в 50 миллиметров. Зато из-за этого длина меньше в 100 миллиметров плюс 80 миллиметров батарейный блок. Давайте коротко про скетч. Забегая вперед скажу, что изначально я хотел для надежности, в отличие от предыдущей реализации, задублировать логику определения старта ракеты. К выдергиванию джампера при срыве ракеты спусковой установки добавить, соответственно, регистрацию изменения высоты на некую дельты, например, метров на 5. Но в процессе тестирования оказалось, что джампер может не сработать. Виной тому подтягивающие резисторы в самом ардуино. Нестабильно, но в режиме input pull up по какой-то причине при разрыве цепи, что эквивалентно выключению тумблера, не изменяется состояние. Соответственно, наверное, именно в этом и причина потери прошлой ракеты. Не вдаваясь в причины этого шаманства, у меня было три пути решения проблемы. Решение первое. Припаять на уже собранную плату подтягивающие резисторы. Решение второе. Использовать промежуточное реле или транзистор перед джампером. Решение третье. Не использовать джампер вовсе. И я решил выбрать третье решение. Это упростит код, а также уменьшит количество проводов и выступающих частей в ракете. Итак, как оно работает. После включения полетный компьютер инициализирует все компоненты, все выходы. Записывает как ноль текущую высоту. Подает сигнал о том, что мы перешли в режим ожидания . Если что-то сломалось, ну, барометр не включился или не открылся файл на карте, например, то пищалка будет постоянно пищать, сообщая об ошибке. Далее, при старте ракеты, ракета поднимается на какую-то минимальную высоту. В моем случае пять метров. И с этого момента мы начинаем опрашивать датчики и записывать их показания на карту. Лимит в пять метров, наверное, можно было бы сделать и меньше. Например, уменьшив до метра двух, датчик меряет высоту, в принципе, с точностью до 1,2 метра. Но проблема в том, что высоту мы измеряем с помощью давления, а давление само по себе может измениться. Более того, на показания барометра очень неплохо влияет и искусственное давление, например, давление ветра. В принципе, порыв ветра вполне может дать добавочные 2-3 метра высоты. А посему, за время подготовки ко старту, с большой долей вероятности, вряд ли давление изменится больше, чем на полмиллиметра ртутного столба или, что одно и то же, на 66 паскалей или на 5 метров. Итак, ракета перешла в режим полета. Данные пишутся на карту. Теперь каждый такт мы смотрим на текущую высоту и, если она больше, чем предыдущее показание, то записываем текущее показание как максимум. Если же нет, то сравниваем разницу максимальной текущей высоты с дельтой, которая также составляет 5 метров. Если дельта больше, то открываем MOSFET, зажигаем запал вышибного заряда. Хоть и чуть позже апогей, но должен раскрыться парашют. Вообще, апогей можно было бы найти и расчетный, зажечь запал, зная его инерцию до точки апогея. Эту идею мне предложил мой подписчик. В принципе, она рабочая при условии, что полет происходит вертикально. Ну или при условии, что расчетный апогей, мы будем пересчитывать каждый такт. Было бы у меня несколько ракет, попробовал бы и эту идею. Она не лишена недостатков, что мы тратим время на вычисления, в то время как уменьшаем дискретность записи показаний. Но, в принципе, у меня дискрет 0,08 секунды, то есть 12 записей в секунды. Ну, вроде оно ничего так. Итак, ракета падает. В это время мы продолжаем писать данные на карточку. Апогей у нас уже не меняется. Он достигнут. Плюс мы считаем время с момента старта ракеты. Так как мы точно не знаем, когда ракета приземлится, мы считаем, что спустя, в моем случае, 2 минуты ракета должна быть где-то на земле. И через 2 минуты после старта прекращаем запись на карту и начинаем бесконечно пищать, в надежде, что кто-то ракету найдет. Вне зависимости от того, упала ли ракета или еще нет, упала ли она ниже или выше места старта. Да, это не очень красивое решение, но весьма рабочее. Переусложнять логику, например, по отслеживанию изменения показаний с датчиков при посадке, пропуская, например, схожие данные через фильтр Калмана, ну, конечно, можно, но оно и так сойдет. К таким же решениям, направленным на добавление дубовой надежности логики, в работе ракеты являются 3 добавления в код. А именно. Первое. Принудительная активация мортирки после некоторого таймаута в районе расчетного апогея. В моем случае это через 12 секунд после старта. Второе. Запрет на активацию мортирки в первые секунды после запуска ракеты в случае падения ракеты. Так, если вдруг ракету развернет раньше, чем этого ожидается, то эффект от раскрытия парашюта на низкой высоте приведет к худшим результатам, чем просто падение ракеты в землю без парашюта. У меня лимит равен 6 секундам, то есть половине до апогея. Но, учитывая ускорение ракеты и время работы движка, наверное, разумно этот лимит все-таки уменьшит до 3-4 секунд. И третье. Дополнительная проверка на странные показания датчика высоты. Ну, например, если по показаниям датчика ракеты падает еще до старта, то это может означать, что что-то произошло с контроллером во время запуска и он перегрузился в режим стендбай и вместо ожидания запуска мы уже падаем и надо что-то делать. Чтобы не разбить ракету, активируем мортирку немедленно и надеемся на лучшее без всякого логирования. Из интересного все. Правда, наверное, стоит сказать еще о трех нюансах. Первый. Я отдельно записываю и высоту и давление на карту, хотя по сути это одно и то же. Не опрашивая значение высоты, можно еще ускорить на микросекунды цикл записи. Второе. На карту я пишу сырые значения с гироскопа акселерометра. Они не читаемые, конечно, зато конвертация и калибровка не занимают ценное процессорное время, а код памяти. Третье. По умолчанию модуль МПУ-6050 имеет лимиты ускорения в плюс-минус 2G. И это никуда не годится, так как расчетное ускорение превышает даже 20G. Да, многие пишут, что этот модуль для ракет подходит так себе. Но что уж есть на рынке, то есть. Если вы мне посоветуете компактный датчик с пределами, например, в плюс-минус 32G, я буду премного благодарен. Итак, для того, чтобы все-таки улучшить ситуацию с акселерометром, переключаем его в режим работы в 16G. Вот код. У AlexGyver, кстати, используется более читаемый код, но с подключением сторонней библиотеки. Тащить целую библиотеку в нашем случае я не вижу смысла, поэтому курим мануал на модуль и меняем просто его регистры. Ну, в общем, об этом можно говорить долго. Вернемся в мастерскую. К тому же у нас уже весна и ко мне приехал настоящий парашютный материал. Изначально я хотел использовать синтетическую ткань от зонта. Он большой и прочный. Такой же был в парашют в Drake 5. Но все-таки куда лучше использовать рипстоп ткань, такую же, как используют в настоящих парашютах. Она прочная, не рвется и весьма плотная и легкая. У меня ткань шириной в 1 метр и длиной в 1,5. То есть максимум можно было бы сделать парашют диаметром в метр. По расчетам на полутора килограммовую ракету нужен как раз такой парашют. Но такой большой купол даст хоть и плавный спуск, но будет хорошо и дальше сдуваться ветром в сторону. Искать ракету даже на расстоянии в пару километров, ну, так себе идея. А в худшем случае его сдует и дальше. Поэтому делаем компромиссный вариант. Размечаем заготовку под 70-сантиметровый парашют. То есть размечаем квадрат 70 на 70 с 8 секторами. Размечаем по центру отверстие в одну десятую от диаметра, то есть в 7 сантиметров. Циркуля на 35 сантиметров размахом у меня нет, поэтому воспользуемся дедовски институтским способом разметки. Вобьем гвоздик с ниточкой и прочертим внешний круг диаметром 70 сантиметров. Теперь делаем опциональную вещь. Линии разреза промазываем тонким слоем ПВА шириной в 1-2 сантиметра. Это нужно для того, чтобы ткань не разлохматилась. В случае стрип-стоп это, конечно, скорее всего излишне. Особенностью этой ткани как раз является отсутствие разлохмачивания и разрывов, но все-таки перестраховываемся. Дальше режем. Вначале внутреннее отверстие, потом внешнее. Теперь примерно на 30-40% от внешнего радиуса размечаем места крепления строп. Режем полоски строп длиной в метр-метр двадцать. Я буду использовать синтетическую ленту в тон парашют. Стропы будем зашивать внутрь складки. Добавленные складки ткани сделают парашют более правильной куполообразной формы. Проверяем. Под легким усилием по ветру парашют должен раскрываться сам. Чтобы вытащить парашют из корпуса, нужна нам вышибная мортирка. Отлично подойдет кусок 40-миллиметровой полипропиленовой армированной трубы ПН-25. Отрезаем от нее кусок длиной где-то в полтора диаметра, то есть в 60 миллиметров, и делаем глухую эпоксидную заглушку на 1-1,5 сантиметра глубиной. Затем просверливаем в ней тонкое отверстие для провода до запала. В идеале ровно под провод. 2-3 миллиметра должно хватить. Естественно, мортирка будет выстреливать не сразу в парашют, а в пыш. Газы будут создавать избыточное давление в трубе, толкая поршень пыш наружу, а пыш выбьет парашют в свою очередь. Пыш нужно сделать точно во внутренний диаметр корпуса. Неплохо, если пыш будет легким и прочным. Отлично подойдет авиационный пенопласт. По аналогии с пыжом в бумажной ракете вырезаем заготовку, придаем ей цилиндрическую форму вначале напильником, потом наждачкой. По центру делаем отверстие под фалл трос. Кстати, сделаем еще один такой, он нужен будет как изолятор между отсеком электроники и мортиркой. Следующая деталь опять-таки, как и в бумажной ракете, будет силовым узлом системы спасения. Отрезаем два куска 40-мм трубы по 2,5 см каждый. Добавляем толщины до внутреннего диаметра ракеты, то есть где-то до 44 мм. Проще всего это сделать, обернув куски ПП трубы в картонные гильзы. Затем мы сверливаем отверстие в одной заготовке в 3,5 мм. Нарезаем резьбу метчиком, закручиваем шпильку. В другой заготовке, которую мы будем жестко фиксировать в корпусе, делаем отверстие в 5 мм. Она будет фиксироваться силовым болтом, который будет играть роль зацепа для пусковой установки в том числе. Через эту нехитрую систему пропускаем полиамидный фалл с сердечником толщиной 8 мм. Ну и собираем конструкцию системы спасения воедино, примеряя габариты всех внутренних компонентов для нашей ракеты. По идее все компоненты, включая компьютер и парашют, должны поместиться внутрь. Также оставляем место между мортиркой и отсеком электроники, а также после отсека электроники хотя бы по 5 см каждый. Чтобы закончить все детали, идем к токарному станку и вытачиваем круглый цилиндр, равный внутреннему диаметру ракеты. Цилиндр разрезаем на три части. Две из них пойдут как заглушки для отсека электроники и отсека двигателя, примерно по 3 см каждый, а третьей длиной в 5-6 см пойдет как несущая часть головного обтекателя. Часть цилиндров ставится в головной обтекатель и зафиксируется тремя саморезами, а часть останется подвижной, хотя и плотно вставленной в корпус ракеты. Собираем уже в корпусе ракеты и идем испытывать систему спасения. Отлично, с простой задержкой все сработало штатно. В итоге у нас получилась верхняя часть ракеты, осталось только сделать нижнюю часть с двигателем и стабилизаторами. Теперь мы знаем необходимый объем и мы можем точно рассчитать габариты ракеты и спроектировать для нее стабилизатора. Для этого доделаем хвост ракеты, отрежем еще часть 50-мм трубы ровно в размер двигателя плюс 3 см под соединение. Что ж, кто мне оставлял комментарий, мол, сделай ракету больше метра, так вот она ракета больше метра, 1300 мм, если быть точным. Теперь взвешиваем заправленную ракету с движком, системой спасения, парашютом и электроникой, находим центр тяжести. Для расчета ракеты я использую программу по традиции от Рокки. Она мне нравится своей лаконичностью, но конечно можно использовать и например тоже OpenRocket. Итак, выставляем положение центра тяжести, габариты ракеты и подбираем стабилизаторы. В этот раз я думаю хватит и трех за счет высокого расположения центра тяжести, а также чем меньше будут стабилизаторы и более прижаты к ракете, тем меньше будет парусность и флюгерность в итоге. Наверное, чтобы все-таки внести ясность, чтобы случайно никого не запутать, нужно еще раз рассказать о компоновке ракеты. В задней части ракеты, конечно, расположен движок. Задняя часть ракеты с жестко закрепленными стабилизаторами соединяется с основным корпусом ракеты через вертикальный силовой болт М6, пропущенной через две заглушки в части с двигателем и в части с электроникой. Заглушка в двигательном отсеке крепится на болт М5, который служит как силовым болтом-упором для двигателя, так и зацепом для пусковой установки. Именно такое решение я реализовал в ракете из стеклохолста. Так усилие от движка распределяется не только от болта в тонкую стенку корпуса, но и по всей площади заглушки, туго вставленной в корпус. Вторая заглушка в отсеке электроники крепится на три самореза. Вообще разделение этой заглушки между отсеками на две, наверное, лишнее решение, так как необходимости в снятии заглушки из двигательного отсека по сути-то и нет. Достаточно сделать просто заглушку вынимаемой из отсека с электроникой, но тем не менее. Далее, соответственно, устанавливается электроника, полетный компьютер. Сверху на саморезах устанавливается заглушка перед мортиркой с небольшой выемкой в 1-2 мм диаметра подпровод к запалу. После заглушки устанавливается мортирка, пламя-гаситель и все это упирается в силовое крепление троса фала. Крепление троса фала упирается в усиление с помощью отрезка трубы и силового болта, опять-таки служащего в том числе зацепом для пусковой. Использование по сути двух силовых элементов, во-первых, снижает нагрузку на них, а во-вторых, делает это решение быстроразборным. За силовым болтом располагается смотанный фал и пыш, через который проходит фал. За пыжом сложенный парашют, который дополнительно также подсоединяется к головному обтекателю. Да, кстати, не сказал, между узлом строп и фалом вставлена резинка, служащая амортизатором при раскрытии парашюта. Эй, я как-то обошел вниманием двигатель. Двигатель у меня почти такой же, как и двигатель из видео в поисках мощи – DKR309280PS. Это самый мощный мой двигатель на текущий момент времени, способный выдавать тягу в 18 килограмм, класса аж 115. В отличие от предыдущей реализации, канал уменьшен с 10 миллиметров до 9, а между соплом и топливом установлена стальная шайба, которая, как мне не раз советовали в комментариях, должна уменьшить разгар сопла. Уменьшение канала, соответственно, уменьшает начальную тягу, но при этом дополнительный миллиметр двигателя дает прибавку к полному импульсу ракеты. Масса такого двигателя целых 440 грамм, из которых 230 грамм – это топливо. Двигатель, кстати, сделан еще поздней осенью и пролежал в запечатанном видео всю зиму и весну. Осталось сделать стабилизаторы. Для такой тяжелой ракеты я буду использовать деревянные стабилизаторы. Ну как деревянные. Берем дощечки из двухмиллиметровой бальзы и вырезаем рассчитанный профиль. Углы стабилизаторов обтачиваем до острого профиля. Крепить в этот раз стабилизаторы я буду не на клей, а на короткие болты М3. Это немного тяжелее, конечно, но максимально надежно и прочно. Такими же прочными могут быть и железные уголки. Но железо тяжелый вариант и как любопытная замена мне подойдут импровизированные уголки из маячкового профиля для гипсокартона. Они легкие и при этом весьма жесткие. Разрезаем на небольшие уголки, размечаем отверстия в стабилизаторах, сверлим и прикручиваем. Собранные стабилизаторы красим в черный цвет. Заодно, кстати, красим и головной обтекатель в черный же цвет. И сам корпус ракеты в оранжевый. Оранжевый цвет такой же, как и цвет парашюта, очень яркий и хорошо заметен издалека. Отлично подойдет для ракеты. Когда стабилизаторы и корпус высохнут, размечаем крепление стабилизаторов, соответственно, отмеряя по 120 градусов между ними, сохраняя вертикаль. Здесь очень важно соблюсти все углы. От этого зависит стабильность ракеты. Что простительно для ракет, влетающих на 50 метров, то приведет к ошибкам в километр для большой ракеты. Прикручиваем стабилизаторы к корпусу болтами. Задние гайки закручивать, конечно, ужасно неудобно, но ради результата стоит попотеть. Собираем все, кроме движка, воедино. Загружаем рабочий скетч с имитацией и запускаем. Все как «пишетч с имитацией»? Все четко, все штатно. Итак, большая карамельная ракета высокой мощности Drake 5M, рыжая Sony, готова. Вот ее характеристика. Длина 1300 мм, диаметр 50 мм, масса корпуса со всеми компонентами 1000 г, масса электроники 180 г, масса двигателя 440 г, масса полная 1620 г. Двигатель DKR39280PS, класс H115, максимальная тяга 180 Нс, расчетный максимальный апогей 530 м, время до апогея 11,5 секунд. Солнце встало, утро, и мы едем на поле запускать. Я в поле, и пора проверить эту ракету. Сработает ли все штатно или попытка номер два была зря, давайте приступим. Два, три, четыре, пять, поехали. Два, три, четыре. А в другую сторону посчитал. О, спрашивает он. Охуенно. О, ну я, конечно, рад, что у меня все получилось. Спасибо вам за поздравления. Ставьте лайки, комментарии оставляйте и после такого огромного видео вы просто обязаны подписаться и пробить во все колокола. Да, но осталось и вот еще что. Послесловие. Анализ результатов полета. И тут, наверное, второе по интересу место этого видео. Система ракеты. Двигатель. Окей. Отработал штатно. Конструкция планера. Стабильность. Тоже окей. Полетный компьютер. Лог. Штатно. Вышебной заряд. Мортирка. Окей. Парашют. Не окей. Порвались стропы. Приземление стабилизатора. Нормально. Ничто не оторвалось. Приземление корпус не окей. Треснул. Компьютер. Режим поиска сработал нормально. Что касается двигателя, то с ним проблем не возникло. Интереса ради, посмотрим прогар. Если померить эпоксидную заглушку, то разгар 14,5 мм против 9 изначальных. Но так мерить некорректно, так как внутри стоит стальная шайба. До нее, конечно, не доберешься штангенциркулем. Ну, возьму сверло десятку. Вроде немного пробалтывается. Короче, отрезал я полтора сантиметра заглушки. И теперь измеряем по-человечески. Ровно 10 мм. Значит, разгар стали 1 мм. Ну, отлично. Спасибо за совет. На радостях я как-то выдернул парашют из корпуса и отбросил в сторону. А надо было бы снять видео для констатации факта. Стропы порвались. Я использовал стропы из синтетической ткани, которые даже при пришивании распушались. Ну, 4 мм стропа в тон парашюта. Красиво. Да, но здесь рассказ не о красоте, а о надежности. Говорили же мне использовать прочную, например, хб киперную ленту. Красиво. В общем, парашют нормально не раскрылся, так как висел на 2-3 стропах. И вообще повезло, что ракета садилась с ним. Пусть и на нештатной запредельной скорости. Что же касается того, что треснул корпус. Да, треснул. И что самое интересное, ровно в отсеке с электроникой. Когда мы несли ракету от места посадки примерно в 200 метрах от пусковой, сработала пищалка системы спасения. Хотя, вроде как и несколько позже. Уже почти, когда принесли его к пусковой. Напомню, что время срабатывания пищалки 2 минуты от старта. Но это, конечно, было все субъективно. Видеозаписи об этом нет. Собственно, две половинки корпуса висели на проводе, идущем от электроники к запалу. Почему ракета треснула именно тут, у меня есть достаточно логичное объяснение. Во-первых, примерно в этом месте и находится центр тяжести ракеты. Во-вторых, если все элементы ракеты усилены и жестко закреплены, то электроника болтается внутри под собственным весом. Никакой прочности. В следующий раз, пожалуй, надо ставить шпангоуты и вертикальные силовые болты-соединители между отсеками, тем более в отсеке электроники. Я все гадал, а зачем этот лишний вес-то нужен? Ну, очевидно, он нужен для жесткости. А вот на вопрос, когда именно ракета треснула, четкого ответа нет. Проще всего было бы сказать, что это произошло при жесткой посадке, но у меня есть в том сомнение. Дело в том, что вытащив полетный компьютер из корпуса и радостно воткнув флешку в картридер, я увидел набор данных, мало отличающихся друг от друга. Две минуты записей мало различимых друг от друга данных, очевидно снятых уже у земли. Ну, возможно, потому что датчики не работают. Подсоединив ардуинку к компьютеру, я посмотрел, что она все-таки собирает, и все датчики абсолютно исправны. Кроме того, в этих записях меня смущает достаточно странный, не похожий на правду начальный таймштамп. Короче, произошло худшее, что могло произойти. Данные не записались. Но погодите, ракета треснула в какой-то момент, в полете или при посадке. Очевидно, что компьютер отработал программу в тот момент, когда мы несли ракету с компьютером к пусковой установке от места посадки. Было ли что-то, что было записано раньше? Должно было быть. Парашют выпущен, мортирка отработала, она вернулась пустая и никак сработать не могла, например, от движка. Значит, компьютер дал этот сигнал. И, похоже, дал его в нужный момент, потому что парашют был выпущен штатно, то есть после 6 секунд, которые я установил как выпуск при нештатной посадке. А раз так, то данные записывались на карту. Но только явно были затерты вторым запуском программы, когда мы ракету несли назад. Но можно ли их теперь восстановить? Скажем так, я промучился два дня, играя с разными программами восстановления, линуксовыми тулзами. Тогда, пометив вероятность восстановления как крайне низкую, эту утилита смогла мне достать наполовину битый файл с данными. Вот они. Апогей 400 метров. Это победа. И видно, что данные обрываются примерно на 12 секунде. Нет, они не были потерты повторным запуском. Его записи начинаются с таймкода 3908. А здесь видно, что запись продолжается до таймкода 2872. Вернемся к таймкодам чуть позже. И что интересно, акселерометр я поставил все-таки не зря. По нему видны интересные детали. Видны странные всплески в данных, которые хорошо укладываются в объяснение. Вот здесь сработала мортирка. Значит, тут было зажигание вышибного заряда. Все по расчетам. А вот тут всплеск, видимо, это раскрытие парашюта. Также хорошо видно, что при полной мощности двигателя значения акселерометра зашкаливают. Ну ладно, не буду вас мучить нечитаемыми цифрами. Проще показать в расшифрованном виде в графиках. На графике хорошо виден набор высоты. Полет достаточно плавный получился, не правда ли? Да, апогей и время до него отличается от расчетного, но я уверен, что работа двигателя, несмотря на улучшения, все равно была далека от идеальной. Хотя и судя по графику ускорения не настолько и плохой. Даже при полете видна хоть и горбатая и косая, но полочка в полторы секунды. Кроме того, в расчете аэродинамики не учитывается сопротивление стабилизаторов и неидеальность головного обтекателя. Так что 400 метров это весьма неплохо. Учитывая, что вертикальная скорость от средней скорости явно отличается, что говорит о том, что полет все-таки не был полностью вертикальным, и поэтому часть энергии ушла на горизонтальный полет вместо вертикального. Да, кстати, если датчикам можно хотя бы частично доверять, то скорость была около 200, ладно, пусть даже 150 метров в секунду, это все-таки впечатляет половиной, или если все-таки 200, то даже две трети скорости звука. Ладно, вернемся к тайм-кодам и причине аварии. Данные обрываются на 12 секунд, а потом случается странное. Данные пропадают на 5 секунд, потом появляются заново, но в виде какого-то мусора. Бессмысленные данные сохранены до 40 секунды, что очень примерно соответствует времени падения ракеты на землю. По видео видно, что времени между стартом и посадкой прошло все-таки меньше. Но никто и не говорил, что встроенный тактовый генератор у Ардуино точный. Возможно, все-таки он и привирает, и полет был чуть меньше, как и меньше по времени была истинная посадка. Ну, как знать. С другой стороны, температура 40 градусов сохраняется и на земле при повторном включении, что может говорить о банальном нагреве на солнце. Соответственно, просто ракета лежала и запись продолжалась на земле. Или все-таки это была утечка горячих газов от мортирки? Ну, а куда делись 5 секунд? В любом случае, я склоняюсь к версии, что нарушение целостности корпуса произошло в воздухе примерно на 12 секунде полета от рывка при раскрытии и затем при разрушении парашюта. Первый пик парашюта – это тормозной эффект от появившейся площади поверхности выброшенного, но сложенного предмета. А дыра в данных – это удар от парашюта. Почему логер прекратил запись? Ну, вряд ли из-за горячих газов. Да, наверное, их и не было. Никаких следов нагара и копоти на электронике не было. Скорее всего, от рывка просто выпали батарейки и потерялось питание на какой-то промежуток времени. Странно, что питание восстановилось и запись продолжилась после, но, возможно, это уже было на земле и аккумуляторы просто болтались. Ну, кто знает. На эти вопросы мне только предстоит найти ответы. Главное – задача выполнена, понятен фронт доработок. И самое чудесное, что для будущих полетов в такой конфигурации все, что нужно сделать – это просто добавить кусок трубы под корпус, да пришить новые стропы, заправить новый двигатель и… но всему свое время. Спасибо всем за просмотр и ваше внимание. С вами был Илья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok